Если вы покупаете товары на Алиэкспресс или подобным ему сайтом, то вы можете на этом заработать. Если вам интересно, посмотрите видео, ссылка на которое сейчас у вас на экран. Приветствую вас, друзья, в очередном видео, в котором я покажу вам, как тестировать оперативную память. Первый способ – средствами операционной системы Windows. Я использую сейчас Windows 10. Здесь заходим в панель управления, система и безопасность, и администрирование. Здесь средства проверки памяти Windows. Нажимаем сюда двойным щелчком левой кнопки мыши. Здесь два варианта – выполнить перезагрузку и проверку, и выполнить проверку при следующем включении. Если вы хотите прямо сейчас узнать, выбирайте первый пункт. Если нет, то выберите второй вариант, и при следующем включении оперативная память будет проверяться. В данном случае нам нужен первый вариант. После того, как была произведена перезагрузка, я увидел следующую картину. То есть после перезагрузки средства диагностики начали диагностировать оперативную память. Я здесь, вот я немножко на камеру застенал, но здесь суть такая, что прошло два прохода, и видите, они палатки пока не обнаружены. Но, собственно, это хорошо, значит все нормально с оперативной памятью. Теперь переходим ко второму методу. Второй метод заключается в том, что я воспользовался мультизагрузочной флешкой, которую мы создавали в одном из предыдущих видео. Ссылка сейчас у вас на экране. В эту флешку входит очень много полезных программ. В данном случае я воспользовался программой MEMTEST86, версия 5.1. Как она работает? Я перезагрузил компьютер, после чего во время загрузки первого экрана первая вот картинка появилась. Вы сейчас видите вот здесь внизу F12 BOOT меню. Это он у меня вызывает с этой клавишей. У некоторых людей F8, у себя, посмотрите, называется BOOT меню. Вы его вызвали, после чего загружается вот это самое BOOT меню. Здесь я выбрал USB HD, то есть свою флешку. Нажал Enter. И сейчас будет загружаться оболочка самой флешки. И дальше здесь я мог выбрать, либо же диагностика памяти Windows, но мы это уже делали. Здесь я выбрал MEMTEST5.1. После чего заработала сама программа. Сейчас я покажу, как это было. Запустилась вот эта программа MEMTEST86. И здесь, что вы можете, собственно, посмотреть. Здесь показаны вот паз проходы и дальше тесты. Также здесь показана температура и так далее. На что вам следует обратить внимание. Посмотрите, сколько у вас, вы знаете, если вы знаете, сколько у вас планок. У меня две планки, вот слот 0, слот 1 по гигабайту. Если указаны все ваши планки, это уже хорошо. Ну а дальше обращайте внимание, здесь всевозможная информация. Вот здесь MEMORY всего. Слева вы видите, у меня 2 гигабайта, видите. Дальше вам нужно обращать внимание на вот он паз проходы. Пока стоит 0, программу не выключайте. Когда появится единичка, обращайте внимание на вот графу ERRORS. То есть ошибки. Если 0, то все хорошо. Если будут ошибки, здесь будет указано количество ошибок. И красным вот здесь они у вас высветятся, если они есть. То есть вы уже будете знать, что что-то с оперативной памятью не так. Ну а дальше, собственно, сейчас я немного промотаю. Видите, вот у меня прошел проход. Ошибок 0. И внизу вот здесь, видите, надпись появилась. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Проход прошел. Нет ошибок. Нажмите ESC для выхода. Вот здесь вам нужно будет, собственно, нажать на клавишу ESC. И вы сможете выйти из данной программы. Если вы не уверены, вы можете подождать несколько проходов. То есть проходы будут постоянно проходить, но это будет занимать больше времени. Можете пройти несколько проходов и посмотреть, не появились ли ошибки. А так, если ошибок нет, то все нормально. Значит, как создать такую флешку, я рассказывал в видео, о котором мы уже говорили. Ссылка была у вас на экране и также будет в описании. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Желаю вам успехов. Счастливо.